Некоторые историки считают, что изобретение примитивного лука и стрел явилось для человечества не менее важным событием, чем впервые добытый огонь и изобретение колеса. Когда именно человек впервые натянул тетиву на слегка изогнутый сук и послал в цель стрелу, точно неизвестно, но произошло это уж никак не меньше 15 тысяч лет назад. Умение володать грозной сброей старожидности сегодня стало спортом. Этот вид спорта настолько зрелищный, что на играх в Барселоне паралимпиец Антонио Риболло зажег олимпийский огонь горящей стрелой, выпущенный из лука. Современный классический или олимпийский лук – результат многовекового естественного отбора. Он больше напоминает технический прибор, чем верного друга Робина Гуда и молодцев в зеленых камзолах из Шервардского леса. Его стоимость – не менее 2,5 тысячи долларов. Олимпийский лук, иначе называют олимпик. Он похож на длинный классический английский лук. Основная его часть – рукоятка. Различают рукоятки как для правшей, так и для левшей. Подбирают по росту спортсменам. А еще по натяжению лука. Основная его часть также стабилизатор, прицел, плечи и тетива. Весит оружие. Не менее 3 килограммов. Доведет стоимость до 3000 долларов специальная экипировка, которая защищает лучника и упрощает стрельбу. В нее входят. Нагрудник предохраняет грудь стрелка от контакта с тетевой. Напальчник. Им лучник захватывает тетиву. Колчан – поясной мешок или контейнер для стрел. Шнурок надевается на пальцы левой руки для удержания лука после выстрела. Икрага – пластиковая пластина на левом предплечье, которая предохраняет его от удара тетивы в момент выстрела. Скорость стрелы во время полета может достигать 220 километров в час. Все зависит от силы натяжения. Кстати, от нее будет увеличиваться и вес лука. В момент выпуска стрелы лук весит 22 килограмма. У стрелков расширен список запрещенных препаратов. Бокал вина – это тоже допинг. Алкоголь позволяет стрелять стабильнее. Вообще нельзя пить в идеале. Вообще, в день соревнований именно на рубеже спортсмен должен находиться трезвым. Успокаиваешься, становишься более уравновешенным. На Олимпийских играх разыгрывается 4 комплекта медалей. И только в классическом луке. И только на дистанции 70 метров. На главном старте 4-х лета собирается по 64 ручника. Сначала спортсмены стреляют 72 зачетных выстрела. Это квалификация. По квалификации составляется сетка. И олимпийская сетка заключается в том, что первый стреляет 64-м, второй – 63-м. И таким образом, те, которые в квалификации гораздо лучше выстрелили, они имеют менее сильного спортсмена для дальнейшего отбора. И получается, можно выиграть больше, думали, и подойти легче ему до пьедестала. Лучшим результатом белорусских лучников и по сей день считается второе место на Олимпиаде 1980 года в Москве брещанина Бориса Исаченко. Кстати, то серебро – высшее достижение среди мужчин за всю историю СССР. На играх в Рио нашу страну представит Антон Прилепов. К слову, это его вторая Олимпиада. Это мы посмотрим после выступления, дало или не дало. Но я думаю, что, конечно, когда есть опыт, то это уже плюс. Предсказать результат Олимпиады в этом виде спорта невозможно. Лидеры мирового рейтинга могут уступить пьедестал тем, чьи стрелы все же будут точнее. Место соревнований лучников – парк Маракана. Примечательно, что стрелки будут выступать на улице Самбодром. Этот проспект известен всему миру бразильскими карнавалами «Самболь». Лучники вступят в борьбу. Одними из первых на играх. Квалификации начнутся 6 августа. Завершится все 12-го.